Девушки отдыхают И какой год? Господи, ты поправишься Будешь жить у тети Здесь, в Киеве Хорошо Я к тебе буду каждый день ходить в госпиталь Спасибо Спасибо Ну вот и все До свидания Спасибо, Христина, тебе Будете долго жить Если на этот раз выжили Постараюсь Куда живы теперь, Павел Андреевич? Не знаю Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй Опоздала я очень Извини Ты меня долго ждал? Очень долго Всю жизнь Правда, всю жизнь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Закройте лотку! Закройте лотку! Закройте лотку! Закройте лотку! Барышня, может, сыграете? Прошу вас! Что же вам сыграть? Баха, Бетховена, Шуберта, Моцарта? Небось, все буржуи называете? Буржуи! Сыграйте, это и есть наш последний решительный бой! Не сыграю! Почему? Не умею! Ну, сыграйте тогда! Боже, царя храни! Да, вид у нее для нас неподходящий. На буржуазию смахивает. И как ее сюда пропустили? Это мой товарищ. Понимаешь, товарищ. И потом, она не враждебная нам. А ты подумал о том, что может быть наша девчата в выцветших гимнастерках и ситцевых кофтах неловко чувствует себя при виде этой распранченной буржуйки? Это... Панкратов! Мы требуем, чтобы ты выпроводил ее отсюда. Панкратов, хоть ты мне друг, но она останется здесь со мной, понимаешь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тоня. 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 Ну, говорил же, тебе не надо было. Я тебе говорила, не надо было мне сюда приходить. Тебе неудобно со мной, всегда будет неудобно. Я должна уйти. Товарищи, получено сообщение, в Крыму разбита армия зрачного врага Советской Республики, армия Врангеля. Ура! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мама, ты же знаешь, мне надо ехать. Ну, успокойся. Даже если что-нибудь серьезное с моим здоровьем, поверь мне, я все равно выздоровлю. Обязательно. А ты обещай мне, что будешь беречь себя, как никогда. Ты о себе обо мне не беспокойся. Не будем делать наше расставание таким удручающим. А когда я окончательно окопаюсь, я возьму тебя к себе, мама. Мы будем вместе, мама. КОНЕЦ 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 Ребята, вы не знаете, где здесь губернская ЧК? Не знаю. Павел Корчагин! Цветаев, дружище. Павел, живой. Здравствуй. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Токарев, это Кореневу в школу краскомов. Немедленно. В круглую башню. Федор! Чего тебе? Здорово, Федор. Ну, здорово. Опять незаконно притащили нас в чеках. А что вы опять натворили? За что? Так, так, уж не виноват. Хорошо, потом поговорим. Я вас слушаю. Умоляю вас. Помогите. А что, собственно, случилось? Арестован мой муж. Это незаконно. Это несправедливо. Он только ученый. Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Как его фамилия? Помогите. Умоляю вас. Фамилия как его? Васин. Садитесь. Васин Григорий Сергеевич. Хорошо, мы разберемся. Возьмите все данные. Садитесь, пожалуйста. Здравствуй, Рита. Здравствуй, Жухрай. Ты мне очень нужна. Товарищ Жухрай. Да, я слушаю вас. Вас просили позвонить в губы с полком. Здравствуйте. Здорово. Срочно позвоните. Хорошо, позвоню. Здравия желаю. Здравствуйте, товарищи. Александр Николаевич, вы мне очень нужны. Подождите меня. Открывай. Последний раз тебя прошу. Что здесь происходит? Товарищ Жухрай, тут один типчик тебя добивался. Заладил волынку. Подать ему товарища Федора и точка. Я с ним и так, и сяк, добром прошу. И на испуг пробовал и... А он уперся, как волк. Я хотел его арестовать, так он ворвался в твой кабинет и закрылся там. Я никак не могу его вышибить оттуда. Он там черт знает, что может отворить. Открывай. Сейчас же. Ты что? Павел. Федор. Ты что, с неба свалился? С того света я. Только без сантиментов. Ты тоже без сантиментов. Проходи, Рита. Познакомьтесь. Извините меня, я сейчас. Председатель Агу-бисполкома. Жухрай. Познакомьтесь, пожалуйста. Устинович, Рита. Корчагин. Корчагин? Вот вы какой. Мне о вас много рассказывал ваш друг детства. Серёжа Бружек. Серёга? Садитесь. Нет, нет. Здесь не обошлось без предательства. С таким трудом готовили эшелон с зерном. Подорвали гады. Не рассказывай, вояка. Ну, отвоевался я подчистую. После лазарета в Шапитовку съездил. К матери. Ну и... Понимаешь, не могу я один. Решил к тебе податься. Надеюсь, поможешь. Помогу. Будем вместе контру здесь душить. На фронт идти у тебя, седёнок, мало ещё. Участковым в транспортной ЧК. Хочешь? Хочу. Там никто не может справиться до сих пор. Эшелоны, видишь, с хлебом подрывают. Сволочи. Да. Пусть чё-то у тебя. Пропустим мою шару, Гарбовича. Пусть, Гарбовича. У меня народ родины. Где я должен? Показывай. А ты что здесь? Что ты здесь? Тихо. Тихо. Громко нужны по этой базе. За невыполнение приказа... Тихо. Тихо. За невыполнение приказа виновные будут преданы суду военного трибунала. Я предупреждаю последний раз. Да что ты предупреждаешь? Да вот сколько этих приказов и последних предупреждений. Дивизию отправит мне очереди. Ускорить отправку раненых. Поторопиться с брыжняком для консостава и всё вне всякой очереди в порядке военного приказа. А ты мне трибуналом грожишь, шкура. Я требую отправить мой пояс в первую очередь согласно телеграммы. Командарма! Командарма! Да! Прекратите! Не хватит! Прекратите! Мы командиры Красной Армии или... Спрячь оружие! Спрячут превольвер. Освободите помещение. Опять банда обстреляла эшелон. Что ты знаешь об этом нападении? Обстреляли на девятом километре трое убитых, пять раненых. Кто такие? Пленные показали на допросе, что они из банды Орлика. Банда Орлика еще никогда так близко не подходила к Киеву. Это не случайно, Павел. Это еще одно свидетельство того, что назревает над нашим городом страшная буря. Что случилось? Что назревает, Федор? Хреновый из тебя квартирант. Десятые сутки домой не приходишь. Узнаю, ночуешь вот здесь, на вокзале. Накажу и очень крепко, понял? Понял. Сегодня ночью непременно приду домой. А вот сегодня ночи-то и не будет. И все-таки что случилось? В первую очередь, Павел, отправляй раненых и бойцов на Туркестанский фронт. И в первую очередь эшелоны с боеприпасами. Все в первую очередь. Так надо. Не знаю, как это сделать, но я постараюсь, Федор. Постарайся. Все в первую очередь. В первую очередь. В первую очередь. Павел! Не ожидал тебя увидеть после той атаки, чертяка. Ну, как ты? Хорошо. А ты куда направляешься? На Туркестанский фронт. Контрреволюцию добивать. В Шапитовке был? Да. После ранения был. Маму, папу видел? Валю. Отца видел. Мать. А Валю? Ну, ты же знаешь, что Валя была в Шапитовском подполье. И держала связь с радиотелефонистками и петлю русского штаба. Их выдал провокатор. При аресте у Вали нашли две гранаты и Маузер. Больше я тебе ничего не скажу. Говори. Говори. Я требую, говори. Я требую, говори. Валю. И двух ее помощниц. Военно-полевой суд приговорил к смертной казни через повешение. Остальных к расстрелу. Серега, она погибла, как герой. Патрион! Верно! Стой! По праву! Отряд! Стой! Смирно! Товарищи, слово имеет председатель губисполкома, товарищ Ефремов. Товарищи, сейчас уже можно сказать то, о чем еще нельзя было говорить вчера. Потому что это составляло военную тайну. Завтра ночью в Киеве, как и на территории всей Украины, должно вспыхнуть контрреволюционное восстание. Город переполнен офицерьем. Вокруг концентрируются бандитские шайки. Остатки Петлюровщины, загнанные Красной армией в Белую Польшу, в тесном сговоре с иностранными миссиями в Варшаве, также готовятся принять участие в восстании. Там, из оставшихся Петлюровских полков, уже сформирована рейдовая группа. Но чрезвычайные комиссии заговоры раскрыт. И мы сейчас срочно ставим под руку всю порторганизацию и комсомол. Вместе с испытанными частями курсантов и отрядами ЧК будут действовать 1-й и 2-й коммунистические батальоны. Руководить операцией будет товарищ Жухраль. И излишне указывать коммунистическим батальонам на серьезность момента. Нельзя крикнуть, нельзя шуметь, спугнуть зверя нельзя. В этой смертельной схватке победят выдержка и твердость. Но и медлить нам, товарищи, никак нельзя. Нам известно точно, они решили завтра ночью. Мы решили завтрашний мятеж предотвратить сегодня. КОНЕЦ КОНЕЦ Разрешите. Добрый вечер. Добрый вечер. Обыскать квартиру. Прошу вас. Садитесь, пожалуйста. Где Цюрберт? Обес его знает, ушел с утра, а где он? Кем вы ему приходитесь? Отец, посмотрите, что делается. Квартирую я тут. Квартирка. Целый склад оружие. КОНЕЦ КОНЕЦ Значит, не хотите отвечать, дед Цюрберт? КОНЕЦ Товарищ Литке, это кажется то, что мы ищем, документы. Покажи. Хуго. Да? Эту гражданку в чеканат опрос. Есть. И на ней, как метеора, то не посмотрю, что мой сын припаяет двое суток запешные вероши. А Шухрай сказал мне, что если я сегодня ночью никого не угроблю, он подарит мне золотые часы запешные вероши. Шухрай, Шухрай. Пошли. О, Хуго. Стоять. Вот карта основных очагов мятежа по Киеву. Передать Жухраю. Молнией. Хорошо, отец. А как же песчаные вероши? Ого. Панкратов. Панкратов. Да. Отряд Токарева к Иллюзиону Орион. Клавичек. Свяжитесь с Соломенским батальоном. Вот списки мятежников Соломенки. Арестовать всех. Товарищ Слитки. А вот шифровая цифровка. То есть цифровая шифровка. Ага, разберемся. Продолжайте обыск, товарищ Корчакин. Есть. Поехали! Не стреляй! Стой! Стой! Ты что, ранен? Нет, нога, беги, уйдет. Не лови, не лови, не лови! Все равно вас всех не расстреляем всех! По всей Украине до одного! Ваши сокрови вас утопим! Утопим! Товарищ Жухрай, мятежники всюду оказывают вооруженное сопротивление, много убитых. Только что на Жилянской погибло семь человек. Пять людей убито на Соломинке. В Иллюзионе Орион убито восемь человек. Убит Литке. Места ловчика старого большевика, верного сторожевого республики. Огромной ценой мятеж предотвращен. Но враг еще опасен. Обнаруживаем все новые и новые очаги в Киеве, в окрестностях, в губерниях Украины. Поэтому приказываю продолжать повальные обыски. Всех непрописанных арестовывать. С неопределенными документами арестовывать. У кого есть оружие, арестовывать. При малейшем вооруженном сопротивлении расстреливать. На месте, без предупреждения. Организаторов мятежа в ЧК на допрос. Отборочным комиссиям продолжать сортировку арестованных. Ну что, гуголитки? И все-таки по коням? По коням. Цветаева, оставайся здесь. Именем, именем революции вы арестованы. Это как понимать? По какому праву? Руки! Руки! Ольга Александровна, все выяснится. Я вернусь. Я ни в чем не виноват. Руки! Проходите. Отпустите меня. Я не виновен. Не виновен. Проходите. Нет. Проходите. Проходите. Не виновен. Это гвардейский офицер. Слякоть. Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! 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 Садись! Садись! Руки уберите! Руки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорей! Стой! Прилять в ходу! Стой! Риса, осторожно! Я! Конец! Что? Они живым не возьмут! Павел! Скорей, Панкратов, гниду идут, Павел! Руки! Продолжение следует... 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 Согласен. Но перед этим мы должны съездить Екатеринослав на конференцию. Там уже много дней идет дискуссия, навязанная троцкистами. Губком утвердил нас с тобой, своими представителями. Здесь я живу. Третий этаж, квартира 12. Хорошо здесь у тебя, Рита. Завтра зайдешь за мной? Или встретимся на вокзале? Зайдешь, Павел? Встретимся на вокзале. А мы там не потеряемся? Почему нет дождя? Очень люблю, когда идет дождь. Товарищи красноармейцы! Вы отправляетесь на польский фронт. Помните, товарищи, что с польскими крестьянами и рабочими у нас никогда не было и нет никаких ссор. Это польские помещики и капиталисты под стрекаемой антантой тянули народ больше войну с нами. Пусть же ваше поведение по отношению к полякам докажет, что вы, солдаты рабочей крестьянской Советской Республики, идете к ним не как угнетатели, а как освободители. Вы должны сегодня дать прятку, что все как один... Рита! ...бороться до последней капли крови за то, чтобы отстоять свободную рабоче-христианскую польскую республику. Павел! 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 Рита! Здравствуй, Павел! Здравствуй, Павел! В этом муравейнике мы в самом деле могли потеряться! Что будем делать? Если будем так, я дерну твою кожанку! Проберусь в вагон и через окно втащу тебя! Иначе ничего не получится! Пошли! В общем, как договорились, в последнем окно! Павел! Павел! Я из ЧК! Должен проверить, все ли у вас тут билетная посадкома! Ну, проверяй, если сможешь! А до старёжа! Ваш билет, гражданка! Какой билет? Посадочный! Чего ты здесь не пристав? Какой билет? Я у тебя проверю билет! Чего? Чего? Проверю! Весь мир! Вышли же из поезда! Вот так! Водка! Это что за фрук девица? Отказывай! Ну-ка дай ему! Подпихала! Тихо! Деви билет! Водяков! Убью! Воды! Блес водяная! Вода отсюда! Иначе я тебе поставлю компостер! Ух ты! Смотри, чтобы я тебе вот этой штукой компостер не поставил! Чего? Чего? Ты понял? Куда? Куда прёшь? Здесь все с билетами! Ты чё ты смотришь, Моська? Копей ему между глаз! Смотри, смотри, что делаешь! Сам влез и бабу свою тащит! Вы что же издеваться надумали, гадьё спикулянское? Гады! Перестреляем всех, как собак! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok